Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте, как вы знаете, меня зовут Олег Аллаф Гудвин, я великий популяризатор массажных технологий и других технологий, связанных с телом. В нашей Академии телесно-ориентированных практик мы рассматриваем, сокращенно это Альфа ТОП, Академия телесно-ориентированных практик. Все виды работ связаны с телом, с оздоровлением, и сюда входит не только наше физическое тело, но и соответственно все остальные тела, ментальное, казуальное, астральное и так далее, чакры, энергия, все, что связано с работой психики, памяти, мозга, все, что связано с работой пищеварительного тракта и так далее. И, как правило, получаются очень широкие школы, которые включают в себя много разных отраслей, разных различных знаний. И мы приглашаем в эту школу, естественно, и других тренеров. Если вы, дорогие ребята, девчата, что-то умеете, что-то можете, что-то у вас есть, то, что можете дать людям, да, то, пожалуйста, приходите к нам в эту академию и готовьте курсы. Мы вас будем пиарить, мы вас будем продвигать и, ну, вы станете профессионалом, вы станете известной личностью и не зря проживете жизнь. А у нас принцип такой. Ну, вот, как бы я для себя постановил, что я занимаюсь богу угодным делом. Нет никакого богу угодного дела другого, чем помогать другим людям, да. Лучше ничего не придумаешь. А мы людям что? Мы их обучаем, просвещаем, мы их лечим, да, мы их трудоустраиваем. Ну, в общем, все для людей делаем. Если такое благое дело мы делаем, то почему нам должны быть какие-то препоны, почему нам должно что-то мешаться, да. Мы же все хорошее только несем в свет. Свет в мир. Согласна, да? Согласна. Вот. И как мы это несем? Соответственно, есть разная модальность воспринимать, восприятие информации. Текстовое, аудио, видео, тактильное, да, ну, вы знаете, там, некоторые люди больше визуалы, некоторые там аудиалы, да, какие эстетики есть. Вот. Соответственно, первое, что для них, это нужна какая-то текстовая информация. Если вы специалист, вы должны какие-то делать посты, какие-то полезные информации давать, может быть, какие-то там схемы какие-то рисовать, да. Если есть возможность, напишите лучше книгу. Это сразу большая заявка на то, что вы мастер, профессионал, даже то, что вы, ну, учитель, то есть это как вот гуру вас предпринимает над своими учениками. Далее есть модальность аудио. Это CD какие-нибудь, визуальные такие уроки можно создать, или какие-то подсказки, или консультации по телефону, по Skype, там. Сейчас вы очень многое. Фактически, мобильный офис у нас всегда с собой. Это наш смартфон. Через него можно сделать все, потому что интернет сейчас у нас у всех. У всех есть WhatsApp, Viber, там, Instagram, Telegram, и все социальные сети там же есть, да. Так что спокойно можно общаться с любыми людьми. Следующий уровень – это видеоинформация. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да. Больше запоминается. И лучше один раз услышать, чем сто раз там прочитать. Хотя, конечно, по поводу сто раз прочитать – это еще у Google. Смотри, как это читать книги. С книгами надо работать. Один мой ментор, гуру, рассказывал, что у него есть, на самом деле, там, пять книжек. Ну, их сейчас, на самом деле, по образованию книжек миллионы вообще продаются, да. Ну, вот выбрал он для себя пять книжек по бизнесу. И каждый из них прочитал по 21 раз. Представляете? Причем не просто читал, а именно работал. Что такое работа с книгой? Это значит, он брал разные карандаши и выделял для себя разные абзацы. Ну, там, где вода какая-то, да, он просто ничего не выделял. Что касается там денег, да, он выделял зеленым цветом. Что касается там запретов, то, что нельзя делать, выделял красным цветом. То, что можно и нужно внедрить ему в работу, к себе, да, он выделял синим цветом. И просто какие-то философские мысли он там выделял черным цветом. То есть вот у него четыре разных карандаша было. Представляете? И каждый раз, снова прочитывая, он для себя фиксировал. Так, вот это надо было внедрить в работу. Синим цветом показано, да? А я не внедрила. Прошло уже три месяца. Ай-яй-яй. И как можно скорее пытался внедрить эту жизнь. Но спрашивается, кто из нас этим владеет? Кто так делает? Ретко кто. Я некоторые книги вот еще, бывает, прочитывал три-четыре раза. До двадцати одного раза мне пока еще это вот выше-выше. Не дошло. Это круто, да. Но, как правило, по поводу внедрения в жизнь. У обычного человека информация из книги получает пять процентов. Это и то через три-четыре месяца. Пройдет год, он вообще окажется два процента. Пройдет пять лет, он окажется за книги внедрился лишь один только процент этих знаний. Ну, естественно, имеется в виду не художественную литературу, да. Мы же говорим про обучающую. Из аудиодисков, если вы тоже прослушаете по несколько раз, а я вот своего ментора аудио просто проще по дороге пока иду, да, вот слушаю. Ну, реально прошло 40 раз в тридцать, наверное. Ну, в среднем человеку внедряется в жизнь, то есть навыки для чего нам нужны. Чтобы не просто слушать же, а чтобы применять обычно 15-10 процентов, да. Если вы видео какие-то посмотрели, вебинар там, да, или курсы, то 20-25 процентов внедряется в жизнь. Если на семинаре побыли, семинар это что? Это практически лекции, где вы сидите и записываете, да, то обычно внедряется в жизнь процентов 30-35. Следующий уровень – это тренинг. Это вы пришли на живое общение с мастером, да, и, как правило, в группах занимаемся. Большие группы мы либо у кого-то учимся, да, подлаживаемся какая-то, есть эффект взаимодействия друг с другом, да, и обмен опытом. И с тренером он нам показывает и подсказывает. Ну, поскольку группы большие, как правило, не каждому бывает уделено достаточно внимания, поэтому с тренинг примерно остается информация около 50 процентов внедренной в жизнь. Все равно пройдет там полгода, да, и все забудется. Если вы еще раз не повторите этот тренинг. А, кстати, вот тренинг по мануальной терапии, мануальной массажу, у меня у Олега Аллафа Гудвина, он, его можно посещать сколько угодно раз. Каждое следующее посещение этого тренинга, этого же тренинга, будет на 50 процентов дешевле. То есть второй тренинг уже будет 50 процентов от стоимости, третий тренинг 25 процентов, четвертый будет вообще-то 12 процентов и так до нуля. Зато информация будет все больше и больше. А тренинги они всегда расширяются, потому что мы, как мастера, проводя их, мы растем. Может быть, мы тоже начинали с книг или с каких-нибудь видео, да. Но в чем смысл преподавания? Когда мы становимся преподавателями, да, мы получаем гораздо больше внедренного. Это вот следующий несколько уровень, восьмой уже, когда мы мастер. Мастер, гуру там или кто-то еще, да. Тут практически 99 процентов внедренного в жизнь, потому что это постоянно самообучение, постоянный обмен опытом с учениками. и постоянно мы должны быть на один шаг, на одну голову выше тех, кому мы преподаем, да. То есть мы должны, это наш тренинг, мы сами тренируемся, быть тренерами. Соответственно, воркшоп, это что такое? В отличие от тренинга, это когда вас мастер заставляет прямо на тренинге делать дело, которое приносит тут же результат. Вот я был на бизнес-тренинге, на бизнес-тренинге, как пример. Конечно, это все стоит гораздо дороже, чем обычный тренинг. И вот там не получалось у человека там с этими заказчиками договориться, с клиентами, да, вот он все вот так вот какие-то ломками, телефон мог поднять, еще что-то. Ему говорят, вот сделай то-то, то-то. Он такой, ну как же, ну надо сделать то-то, то-то. Звони прямо сейчас. Так сейчас же суббота, 9 часов вечера. Ничего, звони в субботу, 9 часов вечера. И вот такой трясущимися руками, берет телефон, звонит заказчику, ля-ля-ля-ля, там 5 минут поговорил, такой опускают руку. И у него, знаете, как с гуся такой, вода под такой, фу, сошел он такой, фу, я договорился, есть контракт. Представляете? Вот, когда решается прямо здесь. Коучинг – это когда практически личный надсмотрщик над тобой, то есть, ну, с точки зрения клиента, да. То есть, вы его пинаете, вы ему даете там указания, ежедневный контроль там. Утром звоните, ну, например, там, по спорту, да. А ну, сволочь, вставай, 6 часов утра, ты че разлегся, жиры свои наращиваешь. А ну, вставай, беги, давай. На тренировку выбегаешь на улицу. И вот так, в общем, вы ее контролируете. У нас, поскольку, например, тренинг, на самом деле, называется тренинг, наше мероприятие, но, поскольку народу мало, практически больше уделяется друг другу внимания, и тренер вам ставит руки, то есть, больше с вами, ну, как бы, завязан, да, вы получаете больше результативности, внедренной в жизнь. То есть, процентов уже, вот, 70 примерно. С коучингер, с оргшопа, процентов 60, внедренного в жизнь, да. Спрашивается, ну, вы поняли, да? Да, все понятно. И, соответственно, цена этого всего тоже растет. То есть, если там книгу можно купить, условно говоря, за 300 рублей. Так, где вы тут написать? Просто места же не хватает. Ну, если книга, условно, стоит. Зеленый фломастер, деньги любят зеленый цвет. Так, не пишет. Уже просто все исписал за это время. Он пишет, ладно, будем черно писать. Ну, условно, там, 300-400 рублей, да, там, до 500 рублей. Ну, до 1000 рублей, бывает, какими бы стоят. То CD-Audio стоит уже, как правило, от 700 до 1000 рублей. Ну, в среднем, там, такие вот, московские цены. Там, 9 видео, да, какой-то видео тренинг, может быть, из, там, 20 уроков, из 10 уроков, да, он может, цена доходить от 1000 до 3000 рублей. Семинар, как правило, от 3000 рублей до 10 тысяч рублей доходит, да. То есть, чем больше вы хотите внедренного в свою жизнь, тем больше вы должны заплатить. Это же логично, на самом деле. Тренинг, как правило, стоит, ну, от 10, там, до 40 тысяч рублей. Что такое курс? Курс, как правило, в себя включает и часть тренинга, и какого-то количества семинаров, и какое-то количество видео. То есть, курс – это упаковка. То есть, запакованы некоторые комплекты из этого всего. Воркшоп, как правило, стоит от 30 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Коучинг примерно стоит от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. И пообщаться лично с мастером – это уже личная консультация. Она зависит от самого мастера, на сколько он поднялся. Ну, вот, например, у моего ментора личная консультация с ним провести, вот, там, несколько часов, стоит от 500 тысяч рублей всего лишь. Просто проконсультировать, пару вопросов задать, понимаете, но за это получить решение. Есть такой очень крутой тренинг Энтони Робинс. Может, слышали, я был, кстати, на его тренинге недавно. У него личная консультация миллион долларов стоит. Ну, там, несколько часов в день. То есть, 3-4 часа поговорил, да? Вот миллион долларов. Поэтому здесь, как бы, цена, ну, я не знаю, ну, от 100 тысяч рублей до… Ну, давайте 10 миллионов рублей так условно нарисуем. Потому что цена, естественно, плавающая. Насколько вы себе это можете позволить? И насколько может позволить тот, кто к вам приходит? Ну, к Тони Робинсону приходят такие люди, как президенты различных стран. Еще Дональд Трамп к нему приходил в то время, пока еще был бизнесменом. Горбачев у него консультировался. У него там спортсмены консультируются. Ну, там, ну, очень куча бизнесменов много, которые действительно хотят над собой вырасти, которые видят, что какая-то есть потолок в их бизнесе, да, какая-то пропа, которые не могут пробить, не психологически, не энергетически, ну, как-то вот теряются, да. Вот. Это говорит о нашей эффективности. И, соответственно, если вы хотите быть преподавателем, да, если вы хотите вот давать, нести людям свет и добро, то готовьте свои тексты, свои аудио, свои видео, свои семинары, тренинги. Разбивайте их на части. Там семинар, допустим, из шести частей, да, тренинг, там, допустим, из трех частей с большими пакетами, которые, допустим, один тренинг однодневный, там, другой недельный, а третий трехмесячный, да, а четвертый может сделать, там, годовой тренинг. Но годовой тренинг называется, как правило, марафон, есть такое понятие. Ну, и есть еще там всякие флешмобы и так далее. Ну, разные разбивки, то есть их можно разбить на разные методы упаковки. Я вам, как альфа-топ, какой-то маркетолог, я вам помогу все это упаковать, разбить, да, главное, чтобы было какое-то количество информации. Уже готовы. То есть надо распределить ваши уроки по частям, да. Тут и действует правило такое. Чем мельче вы нарезаете свою тему, берете какую-то тему, да, мельче нарезаете на мелкие уроки, тем лучше. То есть мелко нарезанная колбаска дороже продается. Усваимость лучше получается. Усваимость лучше, да. То есть в Афее в идеале, чтобы был один урок, одно правило, одна методика. То есть человек вот переключился, чик у него сработало, вот именно это сработало, все. Он благодарен, вы молодец, потому что все это он отработал. Если ему давать сто правил сразу, да, сто приемов за один день, ну как, он просто их не усвоит, да, или забудет, да. Поэтому вот чем меньше, тем лучше. Далее спрашивается, ну, а это потолок? А есть ли вот что-то еще, может быть, выше? Да, есть ли у нас еще выше? Я это называю девятой аурой. Это когда уже вы становитесь пророком. Ну, на самом деле, пророки, такие люди существуют и существовали, мы их знаем. Это не только там личности культовые и религиозные тематики, да, не буду их называть. Ну, это очень много людей, которые уходят в Аскезу, в горы, в леса, там, в пустыню, да. Что-то там вот у них меняется, они напрямую связываются с ноу-сферой, с космическим разумом, там, сознанием, с каким-то, да, с вот этой вот космическим интернетом. И потом оттуда эти знания приносят в мир. Так были приносены, там, и йога, и буддизм, и випассана, и тантра, вот. Какие-то люди уходили, да, и что-то приносили сверху, да, да, информацию сверху, да. Кое-что, вот я то, что разработал, да, ко мне тоже ведет информацию сверху. То есть, если вы, как ученик, вы двигаетесь от малого к большему, вот, расширяется ваше сознание, да, снизу вверх. Практически здесь по проценту накапливается, да, здесь все больше, 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 и вы уже становитесь человеком мира. Но можно пойти еще дальше и получать уже информацию напрямую отсюда. То есть, обычно, традиционно мы идем снизу вверх, да, но можно информацию получать и сверху. И такое у меня тоже присутствует. Я многие приемы разработал, испытал, отработал на людях, и теперь я их могу спокойно преподавать, запатентовать и, как бы, ну, оставить наследие после себя. Что тоже, вообще, я считаю, неплохо. Это есть некоторая цель жизни, есть некоторый смысл жизни, философия, чтобы этого достигнуть. Так что, вот, смотрите, если вы с этим вот, чемоданами, вот с этими, да, попадаете в альфа-топ, то, соответственно, там мы организуем для вас плейлисты, всякие пиар, рекламу, во всех социальных сетях, там, группах, специальные, ну, и так далее, там, фото, видео, текстовые, печатные информации, печатные инструменты для работы. Это вот визиток, от визиток до буклетов, этикеток, там, нашивок всяких и так далее. То есть, полный комплект запакованного бизнеса. Ну, по сути, это все называется инфобизнес, потому что чем мы занимаемся, продаем информацию. Просто в разной форме запакованного. Вот. Ну, и попутно, естественно, мы открываем кабинетики с таким же названием, где вот будем ставить, как вот мы уже говорили, там, да, и правила, и все возможно, там, тренажеры для лечебных целей, для УФК и так далее. Вытяжки, вытяжки, ну, может, там дальше пойти, можно много понабрать, родоновые ванны, там, ну, это в отдельный разговор, это мы еще один, про это поговорим. Так что можно еще, как бы, бизнес зафиксировать территориальное. Вот, дорогие друзья, ну, на этом мы с вами не прощаемся. Подписывайтесь на наш канал Альфа ТОП, а точнее, ищите по названию Академии Телесно-орентированных практик, и во всех интернет-ресурсах вы нас найдете. Не забудьте при этом подписаться, ставьте лайки, и до новых встреч.